Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Долгов перед кредиторами, текущих расходов и необходимых вложений, потребность аэропорта в субсидировании почти 170 миллионов рублей. Программа Экономика. Руководителя Костинской птицефабрики осудили, его признали виновным в невыплате зарплаты и причинении имущественного ущерба собственникам предприятия. Деньги сотрудники не получали 8 месяцев, хотя возможность рассчитываться с ними у предприятия была, сообщают в прокуратуре. Долг перед 60 работниками превысил 4 миллиона рублей. Также руководитель причинил имущественный ущерб собственнику птицефабрики в особо крупном размере, желая повысить свой авторитет перед владельцами предприятия. Он заключил дополнительные соглашения с арендаторами, в которых документально снизил размер арендных площадей, однако в действительности плата оставалась той же. Разница составила более миллиона рублей. Мужчина получил два года условно, штраф в 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск на сумму 1 миллион 300 тысяч. Напомню, что в июле 2016 года птицефабрика была признана банкротом. Экономика на 101FM Далее информации от наших партнеров. Наличие аптечки в офисе или на предприятии не просто проявление заботы о сотрудниках. Это обязанность работодателя. Наличие и состав аптечки обязательно проверят сотрудники инспекции труда во время своего визита на предприятие. В обязательной для всех работодателей аптечке первой помощи работникам сегодня нет медикаментов, а только перевязочный материал. Но для ответственных работодателей существуют дополнители аптечки с набором медикаментов на разные ситуации, говорит заместитель директора Кировского регионального центра охрана труда Дмитрий Хохлов. Важно не забывать аптечки обновлять и пополнять. Ежегодно этим нужно заниматься. Даже если мы не пользовались аптечкой, все равно что-то, может быть, пришло в негодность. Важно обратить внимание на обучение работников приемом оказания первой помощи. Как минимум два человека в подразделении должны быть обучены в учебном центре по оказанию первой помощи. К аптечкам разумно приложить инструкцию по оказанию первой помощи. Есть маленькая красочная инструкция первой помощи, в которой иллюстративно и с минимальным текстом показаны алгоритмы. А действия в той или иной ситуации, понятно, что человек может разволноваться, забыть что-то. И открыв инструкцию, он увидит, что нужно делать, а чего делать нельзя. В Центре охраны труда можно найти более 20 видов аптечек для предприятий химической промышленности, сельского хозяйства, учреждений образования и других, как переносные, так и настенные. Помните, вложения в здоровье и безопасность сотрудников не затраты, а инвестиции. Телефон 38-02-09. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами. В завершении о валютах доллар сегодня 56 рублей 61 копейка, курс евро 69.80. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.